Что мы знаем про концовки в Мортал Комбат? Они довольно часто выглядят вот так. Но, конечно, не все они были про обретение бесконечной силы и могущества. Приветствую, бойцы земного царства! Сегодня хотелось бы напомнить вам про весьма необычные эндинги, в которых порой творится какой-то лютый трэш. Причем мы выцепим их из разных частей смертельной заварушки, так что будет весело. Поставьте лайк, если хоть немного заинтригованы, и подпишитесь на канал, ведь здесь вы найдете все самое интересное про Мортальник. Но сперва... Приобрести Mortal Kombat 1 или любую другую актуальную игру, даже гифтом, вы можете на сайте Купикод Геймс. В вашем распоряжении вся библиотека Стима, и здесь самые низкие цены на покупку игр гифтом на рынке, ниже, чем на других площадках, а по моему промокоду Mikael Games выйдет еще дешевле, чем через Киви. Покупка игр осуществляется просто, быстро и безопасно. Нужна только ссылка на ваш аккаунт, пароль не требуется. Выбираем регион аккаунта, оставляем ссылку на профиль, вводим промокод, который дает скидку, и нажимаем оплатить. Не забудьте принять заявку от бота, как и саму игру. При регистрации на сайте через ВК или Телеграм, вы получаете 50 бонусных рублей, а также постоянный кэшбэк. На Купикод есть специальный раздел, недоступный в РФ. Игры под этой категорией вы можете получить гифтом на свой российский аккаунт. Теперь вы точно не пропустите новинки. Переходите по ссылке в описании и покупайте всё, что вам нравится. Концовки классических частей МК – маленькие картинки с текстом, на которых задерживаться не хочется, но не могу не сказать, что моя любимая у Рейдена из МК-1. В ней Mortal Kombat ему так наскучил, что он вызвал богов на состязание. И, цитирую, «В результате Вайда привела Дашбир к окончательному разрушению. Хорошего дня». Вот видите, он уже тогда ебанулся. Mortal Kombat 4 впервые подарил нам анимированной концовке. И эти мемчики стали бессмертными. Подожди, это жестоко, ты не можешь что-то сделать. Не верно, Джерек, это не бруталити, это фаталити. Но как вам ролик с рептилией, который кланяется к Уан-Чи и просит вернуть его в родной мир до того, как он был разрушен? После чего внезапно появляется Шинок, хватает его за горло и говорит, «Диверды, ты не в том положении, чтобы что-либо требовать. Я могу тебя убить, отдай свою мыслью». Но у нас был уговор. Уговор? Я ебог своего слова, рептайл. Все сделки разорваны. Вот ради этого проходить башню рептайлом? Вы серьезно? И ладно, зеленый, с ним всегда обращались плохо, даже в новой истории он всего лишь раб. Но Скорпион, любимчик Эдабуна, в постклассике после триумфальной победы отсасывает у двух ноунеймов, Драмина и Молоха, которых бумеры, игравшие на Сеге в МК-3, вообще не знают. Как говорится, есть судьба похуже смерти. Прошел игру за Лимей, тогда знаешь, что ее народ никогда не будет освобожден, а ее душа будет помещена в последнего воина армии Анаги, проклятая вечно служить смертельному альянсу. Не хватает в конце, только have a nice day. При создании Mortal Kombat vs DC Universe Незеры настолько обленились, что тут буквально одна картинка, а концовка бараки звучит примерно так. Яростные Таркатаны размазывали кровь своих врагов уся на лбу и завоевывали миры. Все, а вы еще что-то хотели? Кано сошел с ума, разрисовал себе лицо и начал повторять смерть Шан Цунгу. Хотя терять рассудок или сознание, это скорее фишка МК-9. Джейд отрубается, засыпает и видит себя в неизвестном царстве. Здесь она встречает одиноко стоящую женщину, которая не представляется, но говорит с королевской статию. Она наблюдала за событиями в течение веков через умы бесчисленных смертных и утверждает, что смерть Шаокана – это исход, который нужно было изменить. В конце концов, она берет контроль над телом беззащитной Джейд. И знаете, что интересно? Что уже тогда Незеры, по сути, придумали хронику. А вот Рейна реально удивляет. Рейден поблагодарил Рейна за уничтожение Императора и спасение Земного Царства. Его героичность соответствовала сыну Аргуса. Утерянное наследие Рейна стало для него откровением. То, что он был потомком эденийского бога, доказало его превосходство. Сила принадлежала ему по праву. Его божественность подтвердилась. Путь Рейна был ясен. Он использует армию Шаокана, чтобы править не только внешним миром, но и всеми другими. К удивлению и ужасу Рейдена, первая цель Рейна – Земля. Эндинг Кибер Саб-Зиро точно запомнился игрокам. Я полагаю, примерно такая у людей реакция была. Ходят слухи, что рассказчик, когда это увидел, просто умер от кринжа, поэтому и не смог озвучить. Да нет, вроде, звук на месте. В итоге получаем что-то вроде результата работы нейросети. Что за ребёнок получится, если родителями будут Шаокан и Кибер Саб-Зиро? Видимо, это то, как работает тёмная магия в МК. В Mortal Kombat X Джейсон в своей концовке всех убивает. Кровожадность Джейсона вдохновляет Люкана, правителя преисподней. Он увлёк Джейсона в преисподнюю и дал ему право на бесконечные убийства в обмен на преданность. Что тут скажешь, ответ убил. Пошёл нахуй! Пошёл нахуй! Пошёл нахуй! Пидорас! После того, как Кисси Кейдж побеждает всего лишь падшего старшего бога Шинока, Рейден поручает ей выследить похитителя душ. Но Кисси, дура тупая, путает Шан Цунга с Шуджинка. И, конечно, девчонка побеждает персонажа, который знает все, сука, боевые стили. И это нелепо. А какие концовки в Mortal Kombat вам кажутся наиболее странными? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и заглядывайте на бету, которая стартует уже завтра. Буду стримить все четыре дня, 18, 19, 20 и 21 августа. Так что увидимся на трансляциях, не болейте и играйте в Mortal Kombat. Красиво! Субтитры подогнал «Симон»!